И мы продолжаем нашу работу. И я хотела предоставить слово женщине-победительнице во всех отношениях Ирина Валерьевна Боровова, представитель, организатор Ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй! С докладом на тему организации пациентов во благо самих пациентов. Пожалуйста, Ирина Валерьевна. А можно нам сначала вот этот ролик запустить? Я решила вас так взбодрить немножко, хоть нас мало осталось, Но ролик скажет просто об очень многом сразу, а нас только звука нет. Наверное, нет в нашей стране, да и во всем мире, людей, которых так или иначе не затронула бы проблема онкологии. Кто-то болит сам или поддерживает заболевших родственников и друзей. Кому-то приходится сталкиваться с раком в процессе работы. Оркологические заболевания являются крайне серьезной медико-социальной проблемой и находятся на втором месте по причине смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. В большинстве случаев современная медицина успешно излечивает ранние стадии рака. В связи с этим одной из насущных задач профилактики лечения онкологии стала своевременная диагностика и информирование пациентов. Поэтому ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком, главная цель которого – привлечь внимание людей к этой глобальной проблеме и повысить осведомленность о раке, как об одном из самых распространенных заболеваний современной цивилизации, а также помочь людям предотвратить его, выявить и лечить. В 2017 году, в преддверии Всемирного дня борьбы с раком, в Москве стартовала информационно-образовательная кампания для широкой общественности. Темами пресс-конференции стали социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний, роль общества, медицины и бизнеса, в улучшении здоровья населения России, а также нововведение в законодательстве и финансирование борьбы с онкологией. На конференции обсуждался широкий спектр вопросов из онкосферы. В частности, оценивалась статистика детской заболеваемости раком в России, задачи финансирования лечения и обеспечения детей лекарствами. Кроме того, на конференции были подведены итоги первого Всероссийского конгресса онкопациентов, организатором которого выступила Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй». Конгресс прошел с большим резонансом. 20 и 21 октября 2016 года и собрал представителей из 56 регионов, которые получили много новой информации, необходимой для успешного лечения онкозаболеваний. Большое значение на пресс-конференции отводилось в поддержке борьбы с онкологией на законодательном уровне и изменениям законодательства. Много внимания было уделено вопросам, связанным с состоянием и опытом работы онкологических служб в стране и их развитии. Например, состоянию детской онкослужбы, а также преемственности в работе онкологических служб при оказании помощи взрослеющим пациентам. Рассматривались различные аспекты, связанные с лечением, поддерживающей терапией пациентов и подготовкой кадров для онкологических служб нашей страны. Оценивались проблемы, связанные с реабилитацией пациентов и использованием программ ОМС при лечении раковых заболеваний. Вопреки расхожему мнению о том, что рак – это болезнь современного мира, онкология известна человечеству давно. Например, в одном из дошедших до наших дней древнеегипетских макирусов рассказывается о том, как врачи бились над разгадкой тайны лечения нескольких форм рака молочной железы и признавали свое бессилие. Спустя века медицина совершила грандиозный прорыв в диагностике и лечении рака молочной железы – одно из наиболее частых злокачественных новообразований, возникающих у женщин. Возможности хирургического и лекарственного лечения рака молочной железы непрерывно расширяются. Новые технологии постепенно становятся доступными, улучшается информированность пациенток в вопросах терапии и профилактики. Так, 2 и 3 февраля 2017 года в Москве состоялась Большая конференция Российского общества клинической онкологии «Русская». Рак молочной железы, в рамках которой была проведена сессия Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». В ходе сессии выступили ведущие эксперты, занимающиеся проблемами рака молочной железы. А уже 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, прошел беспрецедентный благотворительный телевизионный марафон «Будем жить». Организатором марафона выступила Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» при поддержке Российского общества клинической онкологии «Русска». Гостями праздника стали 2000 человек, и более 1000 зрителей посмотрели онлайн-трансляцию этого мероприятия. Во время телемарафона Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» впервые вручила общероссийскую премию «Будем жить» за вклад в борьбу против рака. Церемония награждения состоялась в московском концертном сале «Вегас Сити Холл». А лобами премии стали лучшие врачи, лечебные учреждения, общественные деятели, волонтеры и мужественные онкопациенты из разных уголков России. Девятьчасовой благотворительный телемарафон безвозмездно поддержали более 300 участников. Звезды отечественной эстрады, образцовые хореографические коллективы, юные исполнители, актеры театра и кино, а также представители органов власти и социально ответственного бизнеса. В финале марафона было подписано обращение к президенту Российской Федерации с предложением объявить 2018 год «Года борьбы с онкологическими заболеваниями». Накануне 4 февраля Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» получила собственный короткий номер для сбора благотворительных пожертвований – 7715. Теперь номер действует постоянно, а чтобы перечислить на него средства, нужно отправить кодовое слово «Борис» и указать цифры и сумму от 1 до 15 тысяч рублей. Все собранные таким образом средства были направлены в Ассоциацию онкологических пациентов «Здравствуй» для организации бесплатных мероприятий по ранней диагностике рака, закупки оборудования в федеральные онкологические центры и оказание помощи больным. Благотворительный марафон стал подразумевляющим стартом для дальнейшего взаимодействия с российским обществом. И эта работа будет продолжена по всем возможным направлениям. В частности, Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» стала партнером продвижения масштабной социальной кампании, направленной на повышение осведомленности о раке яичников, определение риска его развития и возможностей раннего появления. Ведь чем больше мы будем знать о раке, тем успешнее сможем с ним бороться. Главное – вверить в то, что рак – это не конец, а жизненная трудность, с которой можно и нужно справиться. Будем жить! Ну, вот такая презентация. Я просто думала, что, наверное, мы за несколько часов уже будем вялы, и это как раз этот ролик взбодрит. И он как раз-таки масштабно рассказал о том, что мы, собственно, делаем. Мы действительно Ассоциация онкологических пациентов. Я сама пациентка лежа в отделении. Родилась такая идея с Сергеем Алексеевичем Тюляндиным. И, зная мои общественные опыты и такую мою активность, мы решили, что должна быть в чистом виде пациентская организация. Все учредители организации «Здравствуй!» являются онкологическими пациентами. Это очень важно, потому что я вижу, здесь в зале есть пациенты. Мы с вами, как никто, более не знаем эту проблему изнутри. И мы с вами готовы бороться за свою жизнь и здоровье, невзирая ни на какие преграды. Так вот, самое главное... Сначала было много задач, которые мы ставили перед собой, но по прошествии вот этих двух лет, как мы существуем, мы поняли, что самая главная задача – это информация. Информирован, вооружен, информация со всех сторон. Причем это как здоровое население надо информировать про рак и просвещать про рак, так и людей, которые уже столкнулись с этой болезнью, так и родственников, как с этой болезнью бороться. Причем информативное поле, оно должно объединять всех нас вместе. Вот мы здесь очень много общественных организаций выступало, мощных общественных организаций. Лично я, как пациент, всегда говорю, давайте объединять все свои усилия ради того, чтобы действительно сдвинуть проблему, онкологическую проблему, проблему с получением помощи в России, сдвинуть с мертвой точки. Помощь есть, наука развивается. Но пациенты как страдали, так и страдают. Как была высокая смертность, так и есть высокая смертность. Как не было получение этой помощи быстро, эффективно, четко, в полном объеме, как это необходимо, так и есть. Эти проблемы есть, мы от них не ушли, к сожалению. Хотя, вот вы сегодня слышали, наши медики говорили о том, что наши врачи – это действительно так. Медицина сделала огромный прорыв. И только с нашей, вместе, консолидацией, с нашей помощью, консолидацией всех – врачей, общественной силы, законодательно-исполнительной власти, причем неважно, какая она залоги, дети ли это, взрослые, женщины, мужчины, только объединяя все вместе усилия, мы сможем, я абсолютно точно уверена, что мы сможем сдвинуть с мертвой точки наши проблемы. Так вот, в рамках нашей организации существует портал, который мы стараемся обновлять и выгружать туда действительно экспертное мнение, действительно проверенную информацию, которую пациенты, их родственники и люди просто здоровые могут почитать о раке, убедиться, что это не инфекционное заболевание, убедиться, что заболевание не фатальное, что можно с ним бороться, как бороться, где бороться, зачем бороться, могут получить эту информацию у нас на сайте. Мы всегда рука об руку с врачами, которые фильтруют нам информацию в интернете и помогают выложить ее грамотную, четкую, правильную, позиционную. У нас существует горячая линия, которая работает тоже уже в течение года. Мы приняли огромное количество звонков, мы соединили врачей с врачами, мы соединили пациентов с врачами, что, кстати, очень важно, потому что, как показала практика, огромное количество звонков идет с регионов, люди не понимают, как их лечат, почему именно так их лечат. Они не могут у врача, как сегодня про поддерживающую терапию звучало, они не могут получить это лечение, не могут получить консультацию. В основном львиная доля идет пациентов с получением второго мнения врачебного, с получением эффективных медицинских услуг. И мы изыскиваем возможности, чтобы пациенты эту помощь действительно получали. Мы провели первый Всероссийский конгресс. В октябре этого года будет второй Всероссийский конгресс. Я надеюсь, что там же, на той же площадке, Общественная палата Российской Федерации. Мы готовы привезти из регионов общество пациентов, активных пациентов, которые готовы будут получить информацию на конгрессе, поехать в свой регион и донести ее до широкого спектра пациентов. У нас было представители на Первом конгрессе 57 регионов, они уехали к себе, выражали огромную благодарность получения информации от первоисточников, от врачей, от законодательно-исполнительной власти, озвучить им свои проблемы и получить ответы. Вот два таких масштабных мероприятия, которые здесь были озвучены, наш конгресс и наш большой форум. Помимо этого, у нас огромный спектр еще различных направлений мероприятий. Это и осведомления, это и ранняя диагностика, это психотерапевтические, огромное количество мероприятий спектра и для женщин, и для мужчин, и для родителей детей, как наша, например, школа, о чем очень умелые ручки мы ее назвали. Родители занимаются, по сути дела, если психологически выражаться, трудотерапией, они шьют куклы, но, как увидели врачи, это имеет колоссальный эффект. У нас есть замечательная группа взаимопомощи, мы не называем ее группой, это вот те партнеры наши были, я буду просто щелкать и быстро говорить, чтобы наши все-таки рамки временные очень, мы, к сожалению, перешли. Так вот, у нас существует группа взаимопомощи среди женщин, среди мужчин, среди родителей детей. Почему мы назвали их не школой пациентов, а именно школой взаимопомощи? Потому что мы с вами, пациенты, приходим не просто услышать лекторий, а мы хотим получить ответы на наши вопросы, потому что чаще всего не всю врачебную информацию, которую мы слышим, мы понимаем, не можем переложить ее на себя, на свой организм и понять, что это меня касается, что это разрешение моих проблем. Поэтому как раз-таки школа взаимопомощи, она помогает, погрузив туда специалиста, у нас на группе взаимопомощи были и диетологи, и косметологи, и химиотерапевты, поддерживающие терапию. То есть все те, кто, вот группа просит, специалисты такого профиля, и мы его приглашаем. Все врачи у нас на группах выступают совершенно бесплатно. Мало того, сами врачи говорят, что это идет такая взаимообразный контакт. Они тоже получают, они учатся у нас, как нас лечить, как с нами общаться, как сообщать диагноз. На что нужно действительно обратить внимание в лечении, в выборе поддерживающей терапии? У нас на сайте мы разработали серию библиотеку видеолекций, где пациенты могут получить информацию с первых уст, через онлайн задать свои вопросы. Мы работаем над проектом, его сейчас запускаем. Это дневник пациента, который будет у вас в смартфоне, который будет вам напоминать, когда пить таблетки, будет анализировать ваши обследования. Эта информация будет поступать врачу. То есть такая большая телемедицинская идея. Вот эти те самые группы взаимопомощи, которые мы по всей России проехались и, надеюсь, еще дальше поедем, инициируем. И пытаемся активировать местное пациентское сообщество. Активных пациентов включаем в этот процесс, потому что нет ничего сложного. Найти помещение, повесить объявление, и чтобы пациенты туда пришли, пригласить специалистов. Но, поверьте мне, это большая помощь для людей, которые в данный момент находятся на разных стадиях лечения. Ну вот это такая наша информация. И, конечно, я еще раз хочу повторить, что без объединения наших усилий, без использования самого лучшего, что каждый из нас, из общественных организаций делает, не получится единый, большой. Вот Михаил Иванович Давыдов на последнем съезде онкологов в Уфе сказал, что просто поставил задачу разработки, наконец-таки разработки национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. И он совершенно четко озвучивал, только объединение всех усилий врачей, но и наших с вами, именно наших с вами, потому что мы с вами с земли можем сказать, как это работает. Да, может быть, простым пациентским языком, очень корявым, где-то не всегда правильным, где-то не всегда грамотным, но врачи увидят, как это работает на практике, только от нас с вами. Ведь когда мы с вами приходим, вот такие самодостаточные, не видно, где у нас высыпание на коже, и что рвало меня неделю безостановочно. Только мы с вами скажем, как нам живется вот в этой самой проблеме, в нашей болячке раковые, понимаете? И поэтому вот эта консолидация всех исполнительной законодательной власти, врачей, пациентских сообществ, оно может сделать большой прорыв. Спасибо большое.